Качково, Сергий в Посадский район, Московская область. Решила с грибочками опять сюда сгонять. Раньше набирал тут целую корзину, решил повторить этот успех. Погодка-то разгулялась. Было холодно, прохладненько так, а сейчас опять тепло и солнце. В общем, воскресенье радует. Радует, конечно, хорошей погодой, и надо идти обязательно с грибами в этот момент. Ну, неделю назад я тут был и набирал опят достаточно много, неожиданно для себя. Раньше я сбором грибов не занимался особо и не взбирался в них. Мне очень понравилось собрать грибы, и я решил еще раз сюда приехать. Лес очень красивый. Я занимаюсь сбором грибов. Вот это видео я посвящу именно вот этой истории. Если вообще мне удастся что-то найти. Лес, конечно, удивительный. Краски необычные. Собачьи следы. С собачками ходят. Клен, к сожалению, в Подмосковье поразил какой-то недуг. На листьях видны черненькие пятнышки в этом году. Заходим в лес. Я уже в предвкушении, что наберу сейчас полную корзину, потому что грибов много. Вот уже вижу опятки достаточно старые. Такие я не собираю. Высохшие ручели, речка. Появляются уже грибочки. Так кто-то посрезал. Слышны голоса людей, лай собак. В общем, сегодня грибников у нас много. Воскресенье. Погода хорошая. Все ринулись на сбор грибов. Но появляются уже какие-то опята маленькие. И много разных других грибов, которые брать не стоит. А вот это опятки. Это я, пожалуй, возьму. Начинаем стричь. Ножницами очень удобно. Взял такие, которые не жалко потерять. Детские, маленькие. Нормально, годится вполне. Полно тут поваленных деревьев. Ну и, соответственно, полно всяких грибов, которые растут на этих деревьях, на пнях. Любят вот эту гниль поедать. Так, уже какое-то сырое место началось. Тут речка уже не высохшая. Какая-то лужа, грязь. О, птичка какая-то сидит. Близко подпустила. В кабане следы. Ну, естественно. Где лужи, там и кабаны. Большие такие следы. Здесь такая тропа звериная. Ой, как они тут натоптали. Видно, что прямо очень много было кабанов. Большие следы. По сравнению вот с ножницами я положил. Посмотрите, какой огромный след. Просто огромный тут животный бег. Старенькие грибочки. Опять кто-то опята срезал. А вот эти грибы никто не берет. Ну, видимо, они несъедобные. Какие-то старые опята. То есть, грибов полно, но выбор маленький. А вот это я думал, что опятами усеян пень. А ближе подхожу и вижу, что это совсем другие грибочки. Этот рутовик серно-желтый. Какие-то ложные опята. Очень легко опята хорошие перепутать с ложными и травануться. Так что надо разбираться в грибах. Вот это хорошие опята. Берем. А грибы, в которых я не уверен, я покажу с травмой. Снимаю просто для видео, потому что красиво выглядит. Хожу, любуюсь природой. В общем-то, для меня это прогулка. А так, ну, заодно и грибочков набрал. Совмещаем приятное с полезным. А вот тут кабаны постарались. Видно, как они дерево так расщепили, сильно точили свои клыки. Грибами усеяны деревья. Грибники вообще говорят, что 10 лет такого не было, что такое нашествие грибов, опят и прочих грибов, которые любят повальные деревья. Ну что, будем пользоваться моментом. Кто-то заготовочку, кстати, сделал. Нормально так деревья повалил. Маленький перекусон, сухпоек. И дальше собирать грибочки. Да, этот кабан отметился. Вот свою жизнедеятельность тут показал. Здоровое животное было. Я решил дальше в лес пройти, поскольку уже два часа мотаюсь, грибов мало. Их просто собрали все, либо они старые. Надо двигаться вглубь леса. Решил дальше в чаще уйти. И вот, смотрю, тут уже появляются грибочки. Здесь уже не слышны голоса людей. Места какие-то нехоженные. Смотрю, вот грибочки уже растут. Можно собрать. Опять пересохший ручей. Камушки, галька. Это на дне оврага. Приходится тут овраги пересекать время от времени. Вот тут интересный лес такой хвойный начался. Солнышко уже низко садится. Видно, что вечереет. Скоро будет темно. Поэтому я в темпе начинаю собирать грибы. Благо они появляются. Меньше снимать. Любоваться. И больше собирать. Потому что надо мне норму все-таки выполнить. Принес я с собой два пакета. Надо их заполнять. Грибочки вроде пошли. Пошли, так что стрижем, стрижем, стрижем. Ювелирная работа. Вот этот гриб я не стал брать. Хотя он съедобный. Он занесен в красную книгу. Очень редкий. Поэтому не стоит его срезать. Наконец нашел грибы, когда в чащу больше зашел. Правда, они какие-то большие, переросшие. Но все равно можно собрать. Хотя бы какая-то поляна. Грибочки такие красивые. Ну, грех не срезать. Хорошо помещаются в пакет. Буквально окружают. Ну, все, допоздна опять я тут собирал. Уже камера плохо берет. Темно достаточно. Грибов полно, но они все какие-то большие. Я набрал, сколько мне надо. Даже больше, чем в прошлый раз. Потому что я два пакета с собой взял, а не один. Набрал. И теперь надо идти домой. Так что, может быть, это последний раз, когда я за грибами хожу. Ну, потому что они уже заканчиваются. Но если не последний, то я еще видео запишу. Так что оставайтесь на канале. Будут самые свежие новости. Смотрите, что делается. Уже большие опята, их хорошо видно. А теперь посмотрите вот сюда. Вот здесь, похоже, никто еще не ходил. Места нехоженные. Грибов немерено. Я столько вообще не видел в жизни. Но собирать я уже не могу. Потому что я набрал, и мне достаточно. Да и потом они очень большие уже. Не знаю, такие, наверное, уже не пойдут. Ну, вот так вот радует нас осенний опят в этом году. Главное для грибника, и самое сложное, это вовремя остановиться. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...